Врались активисты такие, готовили юридические документы, подавали на регистрацию, мы отказывались. В Рязани 14 попыток было. Об этом никто не знает, даже мы встречались с лидерами партии, в рязанских отделениях, даже они не знали, что было 14 попыток. То есть никакого резонанса не было. Более того, все опускали руки и никакую кампанию не проводили. Скажите, нас вообще интересует мнение депутатов власти, если они не регистрируют инициативную группу, если они не признают правильно составленные и оформленные документы, то есть если они нас просто посылают куда подать, значит мы их посылаем куда же, куда они нас, правда? И мы все равно проводим эту кампанию. Мы создаем штаб, мы собираем все те же самые подпись, мы информируем граждан, мы выпускаем газеты, мы проводим полномасштабную кампанию. Нам могут мешать, могут там арестовывать террор, могут даже кого-то задерживать. Ну, количество таких ситуаций просто мобилизует все больше и больше количества сторонников. А потом, вы знаете, если депутаты городской думы не выполнят требования граждан о прямых выборах мэра, идея которой поддерживает 60-70%, это означает, что мы тогда не признаем такую власть. Правда, мы же имеем такое право. Раз вы не выполняете требования граждан, у нас большинство, у нас 70%, значит тогда мы будем рассказывать всем, кто есть на самом деле, про ваши зарубежные активы, про вашу разницу в доходах и расходах. А почему вы не рассказываете? Мы будем рассказывать... Почему не рассказываете? Конечно, поэтому штаб... Нет, почему сейчас не рассказываете? Сейчас я тоже рассказываю. Подождите. Нет, рассказывайте, но... Ну, у нас пока компания не против кого лично, сейчас дайте я договорю, потом мы уже подискутируем. То есть штаб по проведению референдума, значит, реформируется и работает в режиме штаба протеста, в рамках которого мы мобилизуемся в ту же самую команду, наличие которой невозможно будет игнорировать как политический фактор. Эта команда в дальнейшем может участвовать в выборах. Люди будут работать в качестве агитаторов, наблюдателей, защищать там Кулибинский парк, неважно. Но это будут сильные команды, которые способны формировать общественное мнение в городе. Власть популистов. Власть все равно будет делать какие-то замеры. Она будет понимать, что проще и дешевле разрешить проведение референдума, чем игнорировать требования такого количества граждан, такого количества жителей. Мы создаем новую реальность, не надо, вы не верите, вы же пришли сюда, значит, послушайте, как это было в Москве. За три месяца до выборов никто не верил, что Навального допустит, и потом никто не верил, что у него будет такой результат. 10-15% в каждом городе есть. Это люди инициативные, активные, молодые, которые готовы будут мобилизоваться и полноценно участвовать в маршрутой компании. Вот примерно такой план. И даже если не регистрировать этот референдум, мы сможем очень сильно изменить общественное мнение и рассказать всем жителям города, кто против, пофамильно, поименно, со всякими, с информацией о их недвижимости, расходах, доходах и так далее. Мы научим всех проверять зарубежные активы. Поверьте, это сделать несложно. 15 минут времени, 20 евро стоит справка по любой недвижимости в любой европейской стране. Франции, Италии, Испании, Чехии и так далее. Мы что-нибудь обязательно найдем. Но одно дело, когда еще я и два моих помощника, еще пять волонтеров, а другое дело, когда тысячи людей будут этим заниматься. И это серьезно изменит ситуацию города. Несколько моментов хотел бы подчеркнуть. Еще раз. Изначально.